приветствую уважаемые зрители моего канала давно я не снимала видео наверное с февраля мне кажется ли с января даже месяца этого года но я думаю что ну помимо того что как бы должно быть все таки вдохновение даже на видео на рукодельную тему все прекрасно понимают какие события повлияли в том числе на наличие новых видеороликов на ю тубе но посмотрев тут буквально пару дней назад видеоролик анны кириенко на который тоже долго не снимала мне что-то вдруг захотелось все-таки с вами поделиться своими частичкой своей рукодельной жизни за эти месяцы и в общем то я конечно уже плохо помню что там я хотела вам показать еще в детали а февраль-март даже что-то снимала но конечно такое настроение было я потом не стала выкладывать это видео по уме тоже вода лила вот поэтому возможно я что-то не покажу скорее всего очень много чего не покажу видео достаточно сегодня спонтанная но просто корид утром проснулась и захотелось не снять видео мне небольшой отпуск поэтому видимо это тоже оказало свое какое-то влияние значит инстаграм сейчас нет раньше у меня был достаточно таким приличным подспорьем я как по дневнику по нему смотрела свои последние работы и как бы хронологию не увидела и понимала что вам нужно показать чем бы я хотела с вами поделиться сейчас конечно достаточно такое наверное может быть даже ощущаю некоторый дефицит общения с рукодельницами конечно там общаюсь с девочками и мне на работе есть сейчас коллеги которые тоже увлекаются рукоделем но они не вышивают они шьют поэтому там другая тема вот вкратце расскажу вам о каких-то своих рукодельных новостях по ходу показаны на своих каких-то работ но этого в работ немного я просто правда даже не могу вспомнить что я за это время сшила вышива суть в том что на самом деле на сегодня я за последний месяц в общем-то вышивала буквально дня три но я закончила при этом одну работу и решила продолжить следующую я не конечно который решила продолжить не собиралась бросаете ну вот как бы я к ней приступил что-то я начала новенькой за этот наверное месяца два последних ну такой небольшой там на стадию говорится начатоши такого начальной стадии и начнем с того что все таки я закончила это мой финиш я не помню 1 или 2 20 22 года по моему я показывал каких-то выпусках последних что я начала вышивать dimensions часами какие-то ножнички что не чтобы показать dimensions дом на празднике кажется называется эта работа то есть настолько столько пришло уже времени видимо как-то меня все-таки приключилась мозг на немножко другой вид рукоделия сейчас что я вчера увидев в своем своем блокноте запись дом на празднике долго соображал что за дом на празднике думаю я же его еще не вышивала а у меня уже фиксируются что dimensions и что я бы началась закончила вот ну я перепутал с другой вышивку другим своим набором не могу вспомнить показывали я вам свои покупки потому что то видео которое снимала все-таки мог с мозг видимо зафиксировал и в нем я наверняка с вами этим делилась и но сейчас я не уверена что вы я показывал каких других роликов поэтому если вдруг буду повторяться вы уж меня простите итак вернемся готовой работе немножко сбивчиво прошу прощения долго не снимала потребность поговорить на рукодельную тему высокая прекрасный прекрасный дизайн очень яркий очень красочный красочный очень новогодний такой праздничный вышивается легко и интересно совершенно не скучно у меня был набор сейчас уже обложку я выбросила я все выбрасываю не храню никакие обложки остаточки ниточку брала в коробочку ну как многие мыши вальщицы стачки не так где мыши их сохраняет потому что не то чтобы когда-нибудь какой перенабор буду вышивать но просто чтобы пусть они будут ниточки хорошие если какой-то диманский трудит что-то не хватит когда-нибудь хотя мне пока такого не было то будет возможность подобрать из оригинальных ниточек этого производителя дизайн прекрасно покупала я его по моему года два назад этот набор потом мне подруга нашла сагу и попросила здесь подруга рукодель когда очень хорошо находит схемы в интернете и конечно же я вышивала по саге хотя и по схеме вышивать достаточно легко схема глазастая мелованная вот эта бумага она не блестит такой легкий блеск он не раздражает и она как бы ну прекрасно в общем там уж четыре цвета в символах то есть мне подходит такой вариант но так как у меня была и сага естественно грех было не воспользоваться и ее возможностями конечно она ускоряет процесс все ускоряет на вышивала всеми материалами из набора использовал только их ничего ни на что не меняла не меняла даже основу то совсем немножечко как вы видите уже вышивала это по моему 14 аиды если я правильно вижу ну на мой 14 ну край 16 совершенно небольшие зоны не вышитого снега грубо говоря до фона вот чуть-чуть вот здесь чуть-чуть вот здесь я решила не буду ничего менять тем более это был такой период когда что-то вот но бывает так у всех вышиваешь который вдруг наш долго долго меняли основы но не во всех сюжетах где есть фонов и фона не зашиты на равномерную ткань и вдруг перестают менять им хочется вышивать на иди я не исключение собственно ну я решила что сэкономлю хотя бы здесь и не буду использовать равномерную ткань и хотя конечно я могла подобрать мне тоже по наличию кусочек был подходящего размера и вышила прекрасно себе на этой аиде и в принципе совершенно не жалею оформлять ее буду прикладное изделие вообще меня была идея оформить ее она прекрасно будет смотреться и в картине на стене но у меня просто стены нету зимнего сюжета висят не очень долго я решила в принципе хранения требуется естественно когда меняешь сезонные вышивки и я решила в этот раз оформить ее как яркую декоративную подушку ткани пока еще не покупал на думаю не проблема будет купить сюда ткани зимнюю несмотря на сложившуюся текущую ситуацию думаю многие понимают о чем я в принципе на сегодняшний день мне уже не кажется столь трагичным что возможно что и на новый год не смогу купить там отреза ткани не знаю красного зеленого синего цвета для того чтобы оформить декоративную подушечку в синее кресло вышивальные так называемые мои вот вот такой набор хотя там есть прекрасная подушка и все кто смотрел предыдущие по моему видео последнем канале до сегодняшнего дня там как раз я сшивал зиних оленей и так далее но неважно где это будет подушечкой лежать в общем изначально она должна была идти в это кресло мы потом шили все-таки я сшила оленей оформила поэтому эта подушечка возможно будет в каком другом месте ну дочке в комнате вполне себе она пишется прекрасно вот вернусь все-таки к вышивке покажу вам ее поближе насколько она хороша здесь конечно достаточно большое количество французских узелков но это не смущает где-то я выше старалась более-менее придерживаться схема но не сильно как вы понимаете особенно в области когда снег вот снежинки то есть тут мне было глубоко уже безразлично насколько я попадаю схему прекрасный вот эта корзина с и так понимаю яблоки есть наверное мне казалось что это яблоки уже достаточно крупные относительно корзины да и то есть и какие-то тут ягодки но это мастролист астролист правильно говорю здесь она же по моему концерт если не ошибаюсь будущее вот корзина в чем не нравится дизайн диманшинс как наверное большинству из вас нас вышивающие с тем что я в них много деталей всегда они насыщены деталями и при этом были достаточно горнами гармонично здесь есть сани вся атрибутика зимнюю и новогодние подарки на санях прекрасное оформление фасада дома елка мои мой первый мои первые кардиналы которые я еще никогда не вышивала кардиналов вышки диманшинс и вообще какой-либо другой в принципе диманшинс любит этих птичек и достаточно часто они присутствуют и здесь достаточное количество бэка но не смертельное совершенно даже для меня потому что я не любитель бы костича но здесь в принципе да но достаточно сложная бэка был понятно в бантиках вот этих листиках много его много мелкого и так далее ну процессе отшива это все так настолько прекрасно смотрится такой прекрасный результат что совершенно как бы не напрягают в общем-то количество бэк вышивается вышивается я как бы знаете мысленно перестала себе нас наверно совсем ставить такие сроки что я должна вышить в этом году в этом месяце на этой неделе столько-то то-то прийти к таком финиш я примерно рисую себе план это же я понимаю прекрасно что меня в любой момент могут измениться собственно что и произошло на сегодняшний день и я так не заморачиваюсь уже сроками это не работа поэтому забила здесь кстати был момент по моему в двери вот вот в этом бэкстича там где-то надо было в две ниточки какого-то бленда я что-то не так посмотрел хотя у меня в саге все то же самое было я почему-то дернул только одну нить и и я потом поняла что вообще-то и ровным счетом никак не повлияло даже не стал ничего переделать аж заметила я тоже когда уже вышивала где-то здесь пакстич и думаю ничего не эти не буду все прекрасно объем виден на все видно даже без бэкстича видно было уже какой-то рельеф что дверь она не гладкая полокно до зализа на и поэтому как-то не стала ничего исправлять боже пасе исправлять бэкстич и меня удивило кстати но я решила ничего не менять что наверное потому что может быть это не голод я не знаю что здесь не кортинг здесь просто то ли бэк то ли выкладная не помдающий баксич называлась но я выполнила талия буквы выкладной нитью по моему кажется не помню отчасти до выкладную хотя можно было бы и корзинка но не стал заморачиваться зачем и как бы узелки всегда у меня вопрос какое количество нитей вышивать наш показано как ну слава бога зна как выполнить но не показано во сколько не типа во сколько оборотов во сколько нить по моему данного сколько оборотов по моему нет в общем я делаю на свое смотрение в принципе неплохо получилось результатом я довольна вышивка яркая красочная праздничная поднимает настроение напоминает о том какой сейчас период вот так что думаю что кто еще не вышивал может быть даже любители особенно средних сюжетов дименшинс не только может быть вы захотите вышить этот сюжет сейчас немножечко разбавлю наверное вышивку постараюсь более-менее по последовательным двигаться и покажу вам что я из лоскутного шитья шила кстати по моему уже вспомнила что еще я сшила но я вас вашего позволения не буду разбирать этот аксессуар форт я просто покажу его вам собранному же виде и все потому что мне кажется его не показывал так секунду как и наверное достаточно большого количества людей и рукодельниц у всех у нас есть дефицит в место для размещения наших рукодельных штучек инструментов и прочего вот связи с чем но у меня собственно возникла со временем потребность к держим и все-таки хранить линейки так чтобы было удобно чтобы быстро достать и быстро хранить для них это было безопасно чтобы не повредить их и так далее линеек накопилось у меня достаточное же количество и удачно дон последних событий я вдруг мне муж подарил денежку на некий праздник чуть-чуть раньше ну и и как бы он говорил что я как чувствовал как говорится и я успела приобрести линейки по такой хорошей цене для лоскутного шитья дюймовая suizy бренда ну просто их было больше вариант выбора по он даже может быть что-то я покупала из цветочка но цветочка не было всех этих размеров и там помн даже не были подешев подороже немножечко цена была вот соответственно для хранения этих линей как только я не пробовал то они мне висели в шкафу я наклеила на стене ну шкаф у нас такой как заходишь да я делала шкаф у дочки и там был есть такое место стена свободная я там короче клеила крючки на липучках и на них вешала линейки но так как линеек стало много крючком место на всех на один крючок максимум три линейки можно повесить и в общем то мне стало неудобно пользоваться еще крючком добавлять не хотелось и я начала думать что же мне делать дальше потом я в своем рукодельном а-ля уголке тоже поклеила крючки думал тут будет висеть линейки что прям вообще под рукой потому что я на тот момент достаточно часто уже занималась лоскутным шитьем и соответственно мне недостаточно часто нужны были уже чаще и все время бегать шкафу что-то там где-то доставать было уже совсем неудобно я в общем-то клеила вешал на эти крючки здесь но потом мне тоже думал что какой-то так как эта комната все-таки не мастерская это лишь небольшой уголочек квартире но единственно что не проходная комната то думаю что же я буду так уж там совсем захламлять своими причиндалами рукодельными надо как-то это все-таки украсить и у меня появилась мысль сшить такой а-ля пенал панно настенная для хранили линеек сначала у меня был в голове ну как раз лоскутной техники да и был конечно в первую очередь это были такие цвета винтажные ткани но так как у меня уже здесь висит лонгдог оформленные над рабочим столом а он если кто помнит лонгдог в такой гамме вот какой-то такой весь поэтому я решила все-таки поддержать тому что лонгдог будет висеть круглогодично это все сезонная такая вышивка очень удачная и я решила что ладно будут придерживаться примерно такой гаммы чтобы все было как бы в одном цветовой палитре и чтобы не было такого что откуда-то не оттуда все это ну как-то более-менее гармонично смотрелась и соответственно вот у меня подобрались и такие тканюшки а их покупала в иголочке это вообще рубашечная ткань остаток от какого-то там проекта и прекрасное ими обошлась еще много чего менять них осталось по моему я нет еще не использовал но собиралась в пользу еще в других проектах которые мне приостановлены в общем вернемся к тому ради чего я все это столько рассказывала я решила совершить пенал у меня сначала был как бы вот такой узкий под одну линейку 15 сантиметров не максимально линейки соответственно плюс свобода облегания но так как я потом все-таки решилась купить себе линейку вот есть на 30 на 30 сантиметров соответственно в дюймах там я сейчас не помню сколько это в дюймах 24 я забыла в общем купила и такую линейку тоже и я думаю ну что же я буду все 100 пеналов или разных мест пусть у меня все это будет в одном месте зато всегда будут помнить и видите сколько у меня есть линейка каких потому что когда их по разным углам распадываешь потом память со временем подводят и невозможно вспомнить какие все-таки линейки какие-то из них просто забыть соответственно я решили я очень хотел попробовать блок катушка но он есть разных исполнениях но здесь я делал расчет сама то есть у меня такой катушка тиры бантик на посмотрел основном он именно так и выглядит катушка тиры бантик вот можно в исполнять его в разных вариантах можно выполнять что тут все время разные квадратики из них собираюсь таким образом либо просто вверх это в любом случае вот здесь отдельная деталь да просто идет прямоугольничек два квадратика и получается вот такой вот формы и трапеции соответственно деталь другого цвета и тогда катушка была бы здесь серединка одного цвета например здесь другого но тут меня совсем напоминал это бантик и я решил все-таки нет не буду заморачиваться сделал в классическом исполнении в одном цвете чтобы была катушка но все они были разные и в общем то я посчитал примерный размер думаете что дорога догоню полями то есть бордюр чекам да и и соответственно до нужного мне размера и сделаю в общем то вот так вот размещу бантики в две линии хотя в целом как вот я потом уже поняла в принципе я могла бы и сделать и 3 но тогда было бы у меня без бордюра ну что-то я хотела почему-то с бордюром не помню вот могла бы сделать еще вот линию по расчетам я хотела какой-то определенный размер уложиться но в итоге у меня все-таки это другом месте ли висит в итоге это висит на стене в рукодельном уголке в таком местечке в арсенчик небольшой на 3 вот этих пластмассу крючка которые сбиваются и потом если снять не сильно видно как обои насквозь проткнут и опыт картина то что сейчас продают прекрасно себя чувств нашли некий достаточно тяжелые все вы знаете да кто шьет а кто занимается лоскутным шитьем они имеют определенный вес соответственно один крючочек даже на такой можно повесить но здесь у меня вот сейчас вам покажу поближе я сделала три таких вот петельки соответственно трех петельках висит чтобы ничего никуда не тянуло так как они имеют вес я повешу только по центру мне будет время тянуться это место и даже мне кажется времени может вырваться петля несмотря то что тут много строчек проложено вот и ну и просто некрасиво это смотреться скривление в стрим деформации будет какая-то соответственно кантик я сделала набор на из тех тканей которые я использовал как нужно верно рассмотрели вот надеюсь использовалась и стежку по линейке стёглом цветочка она такая линеечка что далеко нам не убрана на другом месте совершенно для стежки мне линейки другом месте лежат она вот такая вот как полукруги разного радиуса и ему же самые разные рисунки выполняйте я очень попробую рисунок такой вот как а-ля облака это пришелся попробовать такой постигал заодно прикольника забанчик вам не запутаться так все хорошо и с обратной стороны это выглядит вот так продолжал тренировать свою особо на ходовую стежку но без из ничего такого замысловатого с петелькой да такой веночек и и вот сделала в первый раз такую молнию не покидает не ощущение что все рассказываем потому что я снимал то видите которую не выложила вот и молния выглядит вот так вот то есть я подкан то есть я сначала сделала канта потом шила молнию то есть это выглядит вот так я посмотрел девочки так шьют принципе вполне допускается просто почему-то я все время старалась вшить молнию между внутренней и внешней тканями но так как я стягаю и стягать люблю когда подкладка вместе чтобы она там не болталась особенно в таких местах пеналах и так далее соответственно здесь я решил использовать такой вариант вшивание молнии мне он очень понравился на самом деле он достаточно несложно выполняется и очень надежно при этом выглядит и очень эстетично вот но здесь вы видите я использовал остатки то же самое клетчатой ткани с рочечной внутри внутри постараюсь вам показать у меня наверное не очень у меня выполнено не помню сколько 222 кармашка показать вот вроде более не видно здесь два кармашка одинакового размера значит них я храню такие линеечки которые вот такие вот квадратненькие линеечки лампы немножко стене немножечко дойдет но я думаю вам видно в целом и которые вот такие небольшие линейки вот они не разделены тут побольше что поменьше видите все длинные в том числе вот это вот линейка на вот вот она на уместилась вот эта большая квадратная линейка удобно штукой это конечно уже такая роскошь я бы сказала но если тебе дарят денежку это можешь ее потратить на то что тебе очень хочется и очень нравится то почему бы и нет надо пользоваться этим случаем вот и соответственно вот у меня теперь есть разные линейки вот такая вот тут есть половина дюймов а таком 12 дюймов до до 12 дюймов нужен такие основные такие размеры когда блоки не тут квадраты готовые да и можно прям по линейке подровнять сразу с четырех сторон очень удобно еще больше ускоряет процесс здесь у меня что-то тоже не пойму что у нас лежит какие-то линейки вот наверное тоже я вам конечно же мне показал то что это было в том видео не вышли не выпущенным сейчас на всякий случай вам покажу купил я на алиэкспресс я был инстаграм укладываю точно совершенно на алиэкспресс купила такие линейки выложили не ходу доставать можно спросить и блестит сильней шуршит и знаю вот такие вот которые соединив вместе ну определенный по определенной схеме получается квадрат да это для фразе блоков таких очень удобно еще и сама не пользоваться при этом очень удобно видел изначально каких-то американских блогер квилтов квилтеров а потом в чайную на алиэкспресс такой вариант и линейки думаю над попал причем она по моему дюймовая кажется вот ну очень да на дюймовый и там принципе быстренько показывает то есть можно из разных кусочков ткани и собрать вот такой вот блок используя то ли не то есть уберете квадрат и режете его просто на разные части а потом также смеси сегодня ну несколько квадратов конечно же это будет быстрее но еще не пробовал все эти планы попробовать были мне на весну но они меня естественно поменялись часто не происходит что еще удобно и полезно пользуюсь достаточно регулярно здесь даже линейкой для шитья такая как она правильно называется то сейчас соображу лекальная линейка но я вам не буду показывать потому что я не уверена что хотя вполне возможно среди моих зрителей есть люди которые не только шьют лоскутным штем увлекаются и вышивкой но и шьют одежду на изделие швейный вот и собственно если приобрела такую линейку от фирмы кстати гамма она мне больше понравилось чем ким она более функционально оказался более удобная и очень удобная когда можно именно корректировку выкрой бумажных дел с помощью нее и даже не только выкройку и самом деле линии вот эти там самых разных местах прекрасная линейка и подгибку низа удобно по ней тоже откладывать во многих случаях не во всех но во многих вот я и форму головину менять форму проймы чуть-чуть там если надо подгонять мужчин все в таком духе вот так что вот такой у меня лоскутное изделие есть теперь моим рукодельном уголке дальше там бегло посмотрев хронологии вроде как видео вот именно материале на ю тубе я не показывала я шила себе вот такой лоскутный возможно показал какие-то отдельные этапы упоминания в каком-то может быть влоге что я вот что-то такое шью я решила себе сшить чехол на раму рама арабистской который по моему 48 на что-то там на 28 сантиметров такая средняя которая и чехол лоскутной техники со стёжечкой чтобы все было уютно красиво и завершенным и завершенно выглядело в моем уголке и так далее ночью понимать это и практика в лоскутном шитье и одновременно создание уюта в рукодельном уголке и одновременно функциональная защита вышивки особенно в условиях когда есть домашние животные виде кошек и котят они у нас есть и который любит поиграть и я очень хотел попробовать крестик блоки даже заказывала ткани для этих крестиков но пока там они ко мне шли я решил что я потренируюсь на чем-то другом и в общем за это решил пока сделать естественно перерыв эти блок потому что они достаточно трудоемкие в чем они трудоемки в том что их много очень детали получается там несколько больше по 500 деталей у меня получилось чтобы сшить вот такой вот чехол он он же может тоже между прочим дорожкой на раму вот такие мне кнопочки об этом подробно расскажу потому что если вдруг когда-нибудь как несколько вышивальщицы говорят и и те кто вас котиком занимается захочется использовать как что-то другое то пожалуйста можно использовать как что-то другое вот и решила я вот такой вот себе чехол на раму в крестик блоках из крестик блоков ткани которые у меня лежали года три-четыре из наши иголочки еще пришли от рублей по мне покупал них тогда было долгое время как от распродажа кусочков до пандемии еще вот и собственно и по совершенно другого проекта был всего четыре отреза и в общем-то я их изрезала наверное все до сюда то есть там что-то осталось то она мне просто кусочком таки нить осталось куда ничего окнула все между собой сочетала и мне в принципе результат очень нравится выглядит очень ютно красиво блоки классные кропотливые неделя две две с половиной я его наверное ну вшилась от и до от а до я как говорится и в качестве окан точки используя тоже ткани из тех же там все другие свое время купленных в иголочке вообще другие другой стиль но они прекрасно вписались на мой взгляд подставой свой палитр и так как это то такие птички сердечками где-то я использовала шила по моему подруги тогда рукодельный органайзера используя эту ткань вот решила пожертвовать ехать а жалко было с одной стороны другой ну блин надо ну вы не те же мне магазин что-то там искать зачем вот использовал эту ткань но здесь такой молочный цвет для бордюра тот же самый что и в крестиках и в общем то вот такой получился здесь и я уже использовал отрез который был заказан специально для нее да у немножко поярче но это не критично первых от внутренней сторона во вторых он прекрасно вписался и мне все нравится болтание вот соответственно в качестве застежки я использовала вот такие кнопочки вот как вы видите 4 вот так здесь и вот там чтобы просто раму вот так обхватить попробовала так решила не вшивать то никакие резиночки но в принципе есть очень не приспичит могу подпороть здесь немножечко окантовку вшить резинку на руками пишите потом окантовку закрыть даже не паря и вот вот здесь в принципе держится так и держится точно если даже вертикально вот так переворачивает том что мне амур вот так раму переворачиваю держатель когда храним компактно и соответственно в принципе ничего не спадать уже достаточно плотно стала закрепить вокруг этой рамы шил конкретно нее но при необходимости можно добавить эти кнопочки и делать на поле узкую рамы так далее я для себя определила определенную удобную для меня высоту рамы но как правило чаще всего да если только вы сама работали будет очень маленькой чтобы высоту рамы менять и комфортно для себя определил высоту и собственно под нее я и подгоняла вот вот такой чехолчик у меня получился поближе вам покажу чтобы видно было вот такая винтажные розочки прекрасно все здесь смотрится даже полосатую ткань в использовал хотя изначально мне вставали вопросы как это полосатую можно резать на блоке ну можно как выясняется вот просто надо немножечко подумать и его вполне себе можно ее тоже использовать обыграть и в общем такой уютненькая штучка получилось и продолжим дальше спустя ну вы сшив тот чехольчик я решила что мне надо продолжить и шить еще один чехол на раму арабеска которая побольше 55 по моему да у него размер два размера основные глупо марабески 3 верни ну два таких средний и большой и ашила еще один такой чехол на уже техники лоскутной с аппликацией с открытыми срезами придумав вот такое вот сочетание используя вот такие ткани такие очень весенние ткани приятные нежные и здесь уже со стёжечка тоже я поигралась вот такое что-то сделала в бордюре здесь вот полну вот так вот сделала видно вроде как видно есть конечно огрехи но все никак не могла договориться некоторыми нитками на самом деле не знаю почему но есть впечатление что здесь я использовала объемный флезелин у меня было мне просто случайно повезло меня есть одна подруга в краснодарском крае может смотрит видео рукодельная она в рулоне себе взяла объемный флезелин что 30 и она будет лучше тебе за столько-то рублей метр я вру хочу и я конечно грех отказываться был я не прикупила вот такой вот такую прям вообще символическую стоимость но это очень старые цены это видимо когда потом именно рулонами берешь и там по 50 по 25 метров погонах и соответственно купил у нее несколько метров этого объем флезелин думтеггин его использую и так далее и мне вот есть такое впечатление может мне подскажете кто занимается лоскутным шитьем что когда используешь клеевые наполнители просто мне уже такое было именно с этим что пристежки на свободном ходу именно на свободном ходу может быть такой момент что может обрываться ниточка потому что я прекрасно шила этой ниткой на других наполнителях не клеевых все то же самое все никаких проблем здесь же особенно нитки вот эти блестящие авроры или типа них они как будто за него там внутри цепляются пытаются пушиться и как будто бы вот ну цепляется на рвутся и пушать одновременно в общем как-то так я пытаюсь объяснить в общем что-то мне было трудно из-за этого я конечно очень шугалась но и конечно здесь вроде из того что здесь не мозги стежка да вот степлен как там еще называется разные соответственно побольше времени занял постигать на плюс размерчик у него конечно побольше проще стягать просто заполняющий стежка и на свободном ходу и все прекрасно ну вот хотелось мне здесь такую творческие себя немножко проявить с аппликация счет тоже была отдельная тема я попробую бумагу для замораживания которую полоская трассе на сибирском и даже показывает рулончик каком-то видео в общем-то тихий ужас девочки я стоит детали нарезал вот хотела попробовать потестить и потом решил рискнуть нет эти думы другие же делаю там же кто-то писал отзыв что прекрасно прошло для аппликации в общем с этой бумаги не смогла снять свои детали совершенно чтобы осталось на не клеевой слой она даже не снималась их не то чтобы клеевой слой оставляла на и не оставлял клевой слой пришлось выбросить 10 100 детали на их отдала там в садик дети можно подъемки уйдет все жалко чем в помойку но потратил время читайте вечер или два чтобы нарезать эти детали их там нарисовать наклеить и так далее и переделала все на свою любимую сеточку на бумаге и никаких проблем не было поэтому конечно здесь не без огрехов но это как бы даже я уже с трудом вижу и стук прям совсем присматриваться но мне нравится того сочетание такое тоже весенние гаммы и в принципе не надоедливая и в общем то я думаю что в целом не чехов достаточно потому что в принципе как правило у меня нет очень много работ на раме с сейчас здесь вообще весь или лежит у меня переехал сюда мой яхт на вино который начинал и кто смотрит на видео начала то по моему в прошлом году зимой или позапрошлом году зимой ну то есть типа декабрь январе 20 21 года возможно никак я к нему не вернусь как-то вернулась на пару вечеров повышевал но потом вот этот конечно желание иногда что-то начать новенькое она очень отвлекает от старенького имеющегося и никак я его не продолжим не знаю может случиться счастье его закончу в этом году но пока не знаю не будут загадывать не хочу так все меняется настроение и увлечение временно эти увлечения что не буду вот и здесь уже как вы уже поняли я здесь сделала в качестве все-таки крепежа я здесь сделал так как это длинная все-таки более чехол чтобы не заморачивать здесь я сделаю такие резиночки на уголочке а здесь опять повторила вот эти вот кнопочки вот так что также этот чехол и может служить дорожкой если там надо будет во-первых резинки тени напрягать вторых можно ставить вырезать или выпороть и это несложно и недолго вот такой получился у меня еще один весенний такой ночью была мне было настроено какие-то такие зелено-желтые нежно-розовые тона и их сочетания вот еще из использую уже скоро конец почти используя по-моему эти же ткани да эти же ткани остаточки у меня были я попробую блок гуси именно использую шаблонную линейку летящий гусь от стёганого цветочка покупала я ее не помню а я красную зиму это ты купила вместе ими линейками это подарок подарочные девочки очень удобно штуку на самом деле мне прям понравился я ценил я взяла размер такой для меня более универсальный 100 на 50 миллиметров то есть 5 на 10 сантиметров и очень удобный блок точно и сильно по нему получается гуси быстрые вот этот способ быстрый то можно без него там шаблона конечно таким же способом пользоваться и ровнее побыть на линейке прямоугольные квадратный но с это конечно получается быстрее точнее и вообще очень полезная штука он в принципе я бы сказала достаточно наверное недорогой на фоне всех остальных линеек и по меру без 4 чем там покупала 50 что ли ну в принципе это же не на один день и на один раз там есть вам размер еще побольше и и все может быть еще поменьше есть но мне вот для меня вот этот оптимальный тот больше для одеял таких одеяла пока не шью не очень понимаю как выстегать расстегать хочется самой не на заказ и как бы да и вот такие вот блоки получились посмотрите вот на качество их исполнения все вот эти уголочки кажутся да да все правильно испугался и нами вот это я уже подготовила будет одно изделие пока рассказывать не буду отвечен расскажешь потом очень получается или или не сшивается сшила вот такие вот себе несколько уже полосочек с этими блоками вот так вот несколько полосочек я сшила видите вот понравились нить и гусь очень хотел что-то использовать принципе я думаю еще один чехол потом шить на меня появился теперь оверлок наконец я решила скупить подругами на работе подвигла потому что она говорит уж уж я вольтанной ложку сейчас это потому что вообще никогда уже не купить с тем как все в мире меняется вот купил себе верлок ягуар модель 935 д если кому интересно очень хороший сильно модель прекрасно себя ведет правда пока пробовала на тонких средне тяжелых на тонких средних тканей еще не пробовал тяжелых на эту на нем еще лучше будет вести и для трикодажа еще не подниму что проблем тоже никаких не будет вот так что в связи с появлением моей жизни оверлока я стала много шить одежды решила пошить себе летний гардероб давно ничего не шила но сейчас я к этому верну и вот то что меня сподвигло снять это видео это финиш который таки случился моей гортензии на самом деле вышивался на в общей сложности где-то 25 вышивальных дней крестиков по 300 там вот может день мы не помню точно значит вышивать я начала в сентябре прошлого года параллельность мир обили роз арка с розами но что-то я прервала ее вышивала вышивала две недели по моему даже больше и мне оставался вот там 30 процентов помнишь тип того или 29 и что-то меня все это положилось потом как став принялись другие проекты и лоскутные очень много лоскутной шитью конечно времени не снимает вышивки но даже не знаю можно так говорить и кто же мне не заставляет вот но пытаясь пытаясь как-то делитесь время и на то и на другое и она меня лежала ну как бы не тянет как говорится не просит вот а тут я конечно сейчас будучи в отпуске покажет себя летний гардероб я пару-тройку вечеров посвятил все-таки закончить эту гортензию и в общем-то не получилось я очень рада очень счастлива очень красивый дизайн не знаю насколько вам видно на видео его прелесть вот эту акварельную вот эта техника влажно-по-влажному я ее обожаю в акварель она моя самая любимая и конечно очень красивый дизайн он меня очень привлек на формуле рукоделия когда ящиком только выписался этот набор по много тогда чего несколько лет назад я очень хотела несколько лет потом его купил и потом мне несколько лет лежал ну все как обычно я даже для него сразу ткань купила равномерную 28 каун здесь там на выставке тоже был выполнен а я не помню на чем он был выполнен он тоже был выполнен на равномерной ткани хотя в наборе конечно же лежала это вот и я вышла это та самая акварельная коллекция серия у компании ртур там где есть розы акварельные и что ты и еще какие раз акварельные вот в итоге на фоне в процессе вышивания этой гортензии глядя на результат этих роз хотя конечно раньше их тоже видела на видео у даши дворе акварельные розы на вышивала тоже гортензию и помог раз когда его дашь видит карте я тогда и купил этот наборчик мне кажется в общем youtube он в этом плане стимулирует на совершение большого количества разных покупок в частности в области рукоделия и я увидела у даши тогда эти розы но мне все время там один момент смущал но сильно как бы они красивые данным то ладно карта здесь не хватит вот а потом его подруги увидела и и все-таки я захотела их выше тем более появилась тема с хасаги сага на прям вообще стимулирует на покупке чего-то нового при наличии конечно возможности вот и собственно так теперь мне еще есть акварельный розы я даже думала на фоне то гортензии не прям хотела даже их начать в этом году но не знаю я думаю что нет я уступлю вместо овну который второй год откладываю панелька у меня там лежит на готове даже несколько но хотел одну из них начать сейчас я поближе покажу попробую как надеюсь не очень день посмотрите какие краски надеюсь у вас вся техника перед перед показывать цвета вот прям вот как они есть очень очень красивые цвета и несмотря на обилие вот этих сиренево-фиолетовые гаммы вообще вообще не утомляет не надоедает хочется вышивать 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 очень легко несмотря на то что это гортензия и гортензия акварельной техники и вот такой все расплывчатый изначально до до бека вообще не напрягает и не надоедает дизайн то есть принципе его за три недели максимум четыре можно вышить совершенно не напрягаясь кто-то и быстрее кто больше может посвящать времени вышивки и если не отвлекаться ни на что другое то вот вы можете вышить вот эту вот эту красоту нежнейшую просто нежнейшую и несмотря на то что мне нету дома места для оформленных работ я хочу хотя бы на пенокартончик пока натянуть чтобы пусть она будет как акварелька на тянут так но со временем может быть багетик и формы сейчас разбогетку безумные и над конечно сказать альтернативные варианты но мне совершенно не хочется варианты из леонардо иголочки не подходит мне в интерьер там есть таки более-менее подходящие рамы но мне в интерьер они не подходят вообще никак и как бы не разбор на соленку тоже делать не хочется вот так что вот так вот очень очень красивый и вы знаете я пока месяц только шил одежду я так соскучилась по крестикам об этом много лоскутно шитья было что я у меня даже не напрягал backstitch который я вообще не очень люблю я говоря очень под настроение я даже его с удовольствием здесь выполняла и даже по саге хотя здесь все раз мы то и такое но что-то я как-то договорилась об аксичем саги я вот тот сюжет новогодний димовский тоже вышивала по саге тоже мне нравится видишь финальную часть схеме когда сердечки летят к 100 процентов и полноча красота и когда это не сделано не просто по быстренькому руками на имя там цвет на вышивала по ней вот так что вот такая вот красота появился сам поближе еще покажу чтобы вы насладились по возможности вас вдохновились и я конечно заметил как и все я думаю многие по крайней мере что сейчас девочки стали больше все-таки опять показывать наших российских производителей те кто увлекался долгое время только зарубежными дизайнерами зарубежными производителями наборов и схем для вышивки и стали обращать опять внимание на наших производителей наших дизайнеров потому что я никогда я все любила дизайнеров каких-то иностранных каких-то российских и и не считала что у нас нечего вышивать там вот много чего вы какие они молодцы стиле абсолютно разные и результаты естественно разные но у наши дизайнеры они молодцы на самом деле художники и дизайнеры которые по рисункам каких-то художников что-то разрабатывают поэтому вышивайте девочки сейчас тем более того таком меньше стало на ю тубе последние годы больше все-таки зарубежных каких-то отшивок по зарубежным каким-то разработкам и душа конечно скучает требует но свете понятно каких событий многие даже об этом упоминает это особенно как-то важно наверное вот поддержать российского производителя так что я вам очень советую вышить вот эту красоту очень-очень девочки это просто такая красота даже на видео воочи так вообще роскошь так ну мы близимся к завершении сейчас я вам быстренько покажу то что я сейчас вышиваю и продолжаю вернее вышивать это что я начала чтобы уже видео свернуть мне кажется очень длинный будет и давайте я знаете что еще покажу вам из таких покупчиков вот что он затронута была эта тема что вот ящик его такой был шаблон и линейку флик фля конечно можно сделать самостоятельно что-то подобное но если она есть почему не воспользоваться выбрала размер 10 на 10 сантиметров тоже цветочка и все-таки взяла вот это огрызок воду 2 думаю брать не брать укладу координату удаляя в общем тоже вот такой размерчик себе взяла его можно как на машине соединять это ли так руками пожалуйста бумажный шаблон на кому как нравится кстати по моему юлия доценка вот она использовала мне кажется даже такую размеру блок делала шаблоны бумажные собрала рукава себе для как это но это не худе походе это немножко там из капюшона все такое в общем толстовка у нее рукава раз труб с раструбами такой формы да то есть расширяющийся к низу вот по моему кажется такие такой формы именно рукава вот с использованием этих блоков из разных тканей очень регионально получилось и сейчас конечно достаточно актуально именно в том числе в швейных изделиях в одежде использовать какие-то лоскутные элементы и только смотрится очень оригинально на самом деле вот так что вот эти блоки я тоже хочу как-нибудь попробовать вот опять подвинул потому что я начала шить шмотки как еще по-другому сказать так сейчас я вам покажу то что я начала из такого примитивно у меня конечно были бы другие планы заготовки но что-то я вот встретила это вышивка на просторах и не вышивку а схему в саге саги на просторах интернета кто-то выложил не знаю чей дизайн и в общем-то я ее тебе решила скачать вот такая схема сейчас как я попробую сейчас планшетиками на включен покажу пока планшет запускается это 6 выключая покажу вам что я уже вышла но это уже вышел это было за пару каких-то подходов с интервалом примерно в месяц значит какой-то из вечеров я посидела повышевала вот эту часть опять пальцем вынете вот эту часть вот это и вазочку и вот начало котика как он наверное ноги ты катались одного из котиков может даже знает кто-то чья схема может подсказать не дизайнера потому что там не было бы схемы все это я вот прям на днях архангельскому и в архангельском коломенском с мужем гуляли и попробовал там повышевать немножечко повышевала взяла с собой вот пальчики вы видите мне цвет такой я блузка была сшитой мною такой же гамме это я там уже обратила внимание вот ну магнитик над магнит прекрасные девочки делают она прям блестит над это мороженок это классно очень как будто мороженое особенно на летнем говорится в летнем саду так сейчас откроем так и вот моя сага ну вы видите тут 29 тут 12 так и не вышло это моя горлица когда нибудь когда-нибудь в общем-то мне нравится люблю все ну пока в этом много коричневым камнях и хочу яркие цвета летние весенние разные такие вот сейчас вышивая меропиле продолжила вчера парк троек процентов вышила и вот вот это вот схема часа мы покажу покрупнее вот вот такая схема сначала пришел 104 котика как у нас потом думаю у меня один как многие знают погиб сошли трагически в прошлом году и когда видела пятого в коломенском не плода так и должно было быть вот вот такая вот миленькая схема вышивки в димси замечательно и как бы я конечно вообще вышивай запротно приятно и когда есть очень мало времени чтобы быстренько достать начать повышевать можно даже на руках посидеть поковырять ну то есть руках смысле без держателя каких-то даже удобно брать такие прогулки типа в парке до какие-то где он быстренько начал быстренько отложил не сильно запутался хотя не как правило больше все ошибок именно у меня ошибки бывают простых примитивных схемах практически крайне редко бывает более серьезных таких схемах тяжелых такие сложных вот так что вы так могу вам показать в принципе свои какие-то планы которые постоянно двигаются вот эти значки здесь вот видите двигаться значок уже с осени прошлого года это с лета прошлого года двигаться но он у меня не очень далеко оползает потому что я о нем все равно мечтаю и нашла случайно в интернете вот эту схему вот выпала на мензет и не помню я думаю нет я прям хотел вот эту схемку все покупать на 12 30 свое время год назад наверно значит так и не собралась там дом да ладно мне здесь конечно нравится трикоза сочетание с розочками этот корона появилась в период этого года очень как-то символично получалось но в общем увидев ее я решил что да надо и вот эта схема я думаю многие поняли я всех думала надо мне не надо она в целом не нравится интересно в двух-трехцветном варианте исполнения я буду в трехцветном и вышивать но не в голубом и даже не пыльно-розовым хотя была и такая мысль другой цвет когда начну тогда мы покажу я уже купила ниточки гаммы для нее как меня сейчас цены на нитке это тихий ужас какой-то в любом случае гамма потому что мы много много но опять же подруга мне нашла нашла сагу вот и вот эта схема который тоже очень хочу тоже у меня все лежит даже покрашены для нее основой это как раз вот наша девочка лана ленская вот это ее схемы тоже очень хочу наташ смирнова и вышивала вот начать наташи вот два года собираюсь начать собственно когда у его наташи увидела отшиты я говорю кто дизайнера на гатане тебе понравится и она не дала ссылочку и я конечно же у нее купил несколько схем какие-то даже вышла эту всю двигаю но она роскошные рукодельный как вид с катушечками в общем наша тема можно отдельно элементе к вышивать вот это у меня был план в очередной раз на декабре 5 не сложилось это вот мне нашла подруга миробилию которая называется джульетта вот такая джульет маленькая которая была руками нарисовать рисована схема свое время как я поняла в общем это все у меня двигается двигается что-то здесь появляется что-то исчезает что-то даже никуда не исчезает просто я ее оставляю висит она висит напоминает лишний раз на себе вот домой на празднике вот этот вот не занять не перепутала праздничный дом вот так что как бы вот так конечно тоже когда-нибудь выше но это я в виду вы что подруги и я помню там очень много бэка и вот это ночью вы понимаете как у всех как у всех так что вот так но сейчас я все-таки буду шить прикладное изделие сейчас как закончить снимать видео именно положу хотя бы усилий смотреть вот с этими гусями сейчас хочу шить одно изделие сегодня сделал небольшой перерыв в пошиве одежды и вышивки ой вышивки господи лоскутно как правильно сказать не вышивки да ну вышивкается прям сейчас уже даже и не обидно говорить перерыв потому что меня уже сейчас вышки почти нету последние пару-тройка месяцев по рукодельной жизни но прям вообще как вы видите по результатам практически в общем-то отсутствует хотя уж хочется очень-очень прям вот к сожалению время данных вот ну и марабелька вам сейчас напомню что сейчас вышиваю потому что кто знает может быть я скором времени и еще раз решу снять видео забыли я уж самая надо позабыла что там вообще вышивать собиралась вот и вот она на моя мирабелька вот я вчера перри перри оттянула перри натянула сложновато конечно немножко надеяться что пермин еще вот не совсем барабан хотелось бы побольше ну что у меня не сложилось может быть я перри натянулись посмотрим принципе нормально вот эту красоту я вышиваю это arc с розами очень прям наслаждаюсь наслаждаюсь каждым крестиком без скорости без вот эти раз торопливости какой-то вот побыстрее мне побыстрее надо срочно сегодня закончить 500 крестатор 100 500 и так далее нет не хочу так хочу наслаждаться вот и это даже больше на 8 чем эти скоростные вышивки хотя в принципе я когда вышиваю или что тушили довольно быстро все это выполняет если этим занимаюсь так для меня это быстро и считаю вот так что еще раз посмотрите на мою красоту на мой замечательный финиш он сейчас как разная скоро она уже будет распускаться гортензия в подмосковных садах у кого на есть вот вот это роскошная красота все всем спасибо за внимание я кстати посмотрела статистику видео что усмотрю народ так активно смотрит видимо людям все-таки хочется все начинают возвращаться чтобы каш период когда прям как все вымерло понятно почему и я конечно а я вам щеку что не показал щит покажу одну и конечно же да сейчас я обратила внимание что даже мои видео хотим я считаю что мне очень много просмотров не очень много подписчиков ну я просто сами делюсь своими как бы интересами мнению цели каких-то там длинного списка подписчиков обязательно не должно быть там какой-то прям кажется просмотров обязательно должно быть только тогда я буду снимать мне немножко просто другой интерес и и просто сами делюсь частичкой своей души касательно вот именно свой своя рукодельная швейной деятельности я себе кстати нашел очень много уже одежда вот за месяц ну что-то я прилично себя шилом две-три шмотки в неделю вот так говорить я довольна теперь есть из чего выбрать что надеть и в чем пойти тем больше то я офисный работник вы понимаете нужно какое-то все-таки разнообразие вот и завершение своей вышивали рукодельной темы из швейные и швейного уголка я вам покажу как я оформила одну вышивку по весне и мне все нравится все устраивает моим рукодельном уголке сейчас быстренько снимут с телефон штатив наверное покажу вам и вот что я хочу показать это сэмплер сода швейный который покупала на по моему это был второй или первый второй фестиваль вышивальные наталья гефки организатор и вышивая наверно тот же год или на следующий год я уже честно горячу то не помню мне кажется тем же летом я вышивал эту соду и в общем подушку не стала оформлять достаточно длинная подушка получается очень никуда на мне не вмещалась рукодельности комната нет поэтому разместить мне такую длинную негде и я решила вот так оформить свой рукодельный уголок этого дочка моя вяжет игрушки этот зайчик вот этот котик собачка мишка просто так вписался и просто натянула на пинокартон и вы знаете мне все устраивает очень все симпатично и уютно получается она радует глаз висеть будете здесь всегда и снимать не собираюсь сейчас месяц вот это моя панель готов на она висит весной обычно бетом и даже осенью потому что синий пока мне вышивки нет и вот это сода постараюсь вам показать конечно ее каком-то цвете бульмина более сочная более ярко надеюсь вам видно вот такая красота уютненько все как я люблю и она опять используйте цвета которые есть в лонгдоге и в принципе все здесь достаточно получается гармонично смотрится прилично мне очень-очень нравится так что вот такое мое примитивное простое оформление вот этой вышивки и в принципе мне устраивает и как бы если когда-нибудь не захочется мог самым примитивнейшим типа как лонгдога рамочку для нее белую сделать но не вижу как-то необходимости острый на самом деле она даже как-то так тоже хорошо смотрится плакатно слегка наверное да вот вот так вот все на этом все таки с вами попрощаюсь спасибо всем за внимание прошу прощения если слишком длинное видео ну можете там повырезать если кому-то как какие-то направления мои рукодельные жизни неинтересно была рада с вами пообщаться творческих всем успехов творческого вдохновения творческого развития всем пока